если ты только дико хочешь порубиться поэтому я решил снять гайд на россию или к капнуть сотый левел и не присесть на бутылку это самый краткий и эффективный гайд по прохождению россии в интернете итак для начала прежде чем начать играть в россию дважды подумай ну а если ты долбоеб то погнали в россии нет такого понятия как вы спауны или телепорты из одной локации другую поэтому заведомо тщательно подбери место для того чтобы заспавниться россия очень масштабная мморпг поэтому вариантов где заспавниться у тебя всего два зона а это зона где ты спокойно можешь прокачать свою героя от 1 до 100 левел да это будет непросто и заебно но в целом реально шею чешу слышите интересно или нет пиздец чешется зона b это зоны где уровни окружающих тебя монстров ебучих уродов начинаются с 80 и заканчиваются сотым в этих зонах я не рекомендую спавница тем более первым левелом и так если вы заспавнились в зоне а вероятнее всего у вас нет нужды выебываться даже самые опасанские дрочеры спокойно там выживают и апают левелы так что это гайд для тех кто по какой-то для меня непонятны сука ебанутой причине выбрал заспавниться в локациях зоны б ну ты идиот и раз уж вы выбрали зону б то подготовьтесь тому что россия вживет в 100 разных измерениях и время в каждом разное в сочи сейчас 2014 год а вот перми одноклеточные организмы только во вторник в 1426 впервые стали многоклеточными блять или выберу саратове все так же хуёво как и после весны 46 понимаете сложный мир и так сразу поясняю спавнишься ты с абсолютно рандомными характеристиками но по лору игры на главного персонажа я снова повторяюсь наслали проклятие пока он еще был в утробе поэтому заспавниться без хронического заболевания вас не получится да россия хардкорна это единственная игра где на старте ты играешь с отрицательным уровнем здоровья и лучшем случае на лутов много золотых монеток сможешь пофиксить своего урода поскольку локациях зоны б просто нету столько лута чтобы зареперить ублюдка на котором ты играешь ты пожизненно будешь страдать но например у вас проблемы с четкостью изображения да все размылено и бесит что ничего не видно всего одним легким движением можно накинуть парочку диоптрии все остальное не фиксится страдать сука с первого по 23 левел россия предоставляет всего три данжа до собрав небольшой рейд в районе 15 25 человек вы можете отправиться в детсад стартовая локация для прокачки до седьмого уровня случае с особо тупыми можно прокачаться и до восьмого уровня описание самого подземелья звучит так детсад этот цитадель дьявола клака преисподнике детсаде можно добыть рейдовые комплекты игрушек на все классы некоторые другие примечательные апгрейды включая прокачку интеллекта но тем не менее накладывается пожизненный дебаф пропаганда отчего все равно в конечном счете уровень интеллекта упадет данж детсад и нпс в нем могут быть как и нейтральными так и агрессивными понимаете ли их отношения к вам зависит от вашей репутации как вовки как и во многих городах календора для ее повышение из парочку квестов до огонь в каждый дом по сюжету квеста вам стоит выкрасть из локации дом спички и донести до союзника нпс в локации детсад после этого квеста ваша репутация будет максимальной следующий квест слезы на лицах избитых детей вступив неравную битл с множеством персонажей противоположной фракции успешных наебошев вы также получите в пак репутации для вашего героя репутация идет не со стороны всего данжа а только с фракции пиздюки пиздючки вас будут ненавидеть 7 по 17 левел лучше всего появится в подземелье школа здесь очень важно подобрать весь рейдовый шмот правильно ибо всегда за него могут спросить здесь никого не ебет что ты в пвп шмоти пришел в пве рейд тебя просто попиздит не стоит воспринимать союзных или вражеских нпс на территории этой локации как важную часть игрового процесса вероятнее всего прокачки 17 левела вы незамедлительно ливнете с рейда и пойдете в другой но тут важно не проебаться в этот же самый период орды военного легиона начинает набор видео армия в армия есть множество квестов по типу сражения с бордюром на великах чистка демонической параши легендарной щеткой да и много всяких прав которые можно вкачать но ни одна из них вам никогда не пригодится а также помните что боссы в школе дамажут не по ауе а по дневнику так что прокачивайте максимальный резист дневника чтобы его было трудно вайпнуть ведь что написано пером вылетит не поймаешь блять ну и последняя зона инстанции универ в универе можно прокачать своего героя до 23 максимум 25 уровня чем больше профессии вы будете прокачивать тем больше займет процесс прокачки самого героя самое важное что по параллельному квесту пройдя весь инст вы гарантированно получите одну вкачанную профессию я не советую брать горное дело или алхимию дерьмо сможете за трейдить свои скиллы на международных торгах с игроками с разных серверов и стран в этом инсте много боссов и мобов способных не только попиздить вас с осторожностью вкачивайте репутацию разных существ за неправильную репу есть вариант что тебя опустят не стоит водиться слоу-левелами без шмота и дамага помните потому кто окружает тебя в рейде можно судить кто ты хай скилл паренёк лилась на петушок на этом этапе как вы помните происходит сильнейший сюжетный поворот теперь нпс барыга твой друг раньше это было враждебно настроенная единица а нпс полицейский резко скидывает кожу человека на его месте спавнится оборотень а за общение с нпс мама и папа вы больше не получите experience так что надеяться прокачать интеллект на максимум с ними не выйдет ну а самый кайф начинается по прохождению всех сюжетных инстанций проблема в том что прокачка чарами мне пытаются преподнести понимаете потому что я играла вовку наверное когда не был белый такой компьютер понимаете я сижу и понимаю слова level experience хп вот такие эти дефолтные словечки если мы вается под что братишки на своей группе написал может сказать и почему байтить и блять откуда-то experience почти нереально единственный вариант проходить конченый квест раз за разом квест называется работа он бессмысленный ибо единственный смысл его проходить это чтобы на следующий день пройти его снова так сказать daily квест все расходники получаемые с работа не пойдут на апгрейды они уйдут на саму возможность снова пройти квест работа это пиздец я мы как по мне все сука криво и лагает к тому же поэтому единственный варик это продать твою точку спауна 1 2 ляма голды будет достаточно чтобы купить dlc загрузиться на эту сумму вы можете отправиться на новые острова и локации не советую труднодоступные dlc по типу сша или швеция дорогая прокачка и почти анреал купить к сожалению заводская пассивка виза у русских игроков а всегда прокачано в ноль я предлагаю отправиться в локацию где она не требуется прекрасный пак dlc от израиля индонезии или таиланда не заставит вас оставаться равнодушными есть вариант отхилять все здоровье прокачать профессии приручить бета в целый мир как в кино только по-настоящему проблема в том что вам понадобится прокачать как минимум одну профессию языка но хардкорность русских игроков настолько высока что период адаптации или переход на новый патч или dlc не занимает вообще никакого времени после прокачки такого навыка как языки вы с легкостью сможете на опыте из россии найти работу в любой точке мира но если вы не если вы хуело даже в россию вам не советую играть проблем русских игроков скорее даже не фарме валюты а в том что они трусы русскому не страшно входить в режим pvp за полсекунды но русскому страшно покидать помойку дебаф пропаганда убивает все полезные задатки вашим чары и развивает цикливость на сотку и с этим надо бороться с этим не надо жить и жить можно иначе мучить человек в который это пишет сюда вот честно можно жить охуенно можно торчать за рулем я не призываю этого делать каждый ёбаный мой день так и проходит можно это скидну я правда не понимаю чем идет речь вообще не я вообще не понимаю что он пытается до меня донести я вообще ничего не понимаю если заебали тупые девки подпишись если заебали тупые девки если заебали тупые девки